МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Про новые правила вывоза мусора узнаем из репортажа Григория Ворванина. Сегодня именно в карате занимается более полутора тысяч в Люберцах и в нашем городском округе, более полутора тысяч мальчишек и девчонок. В городском округе состоялся чемпионат по карате. В городском округе Люберца большое количество людей принимает участие в выполнении нормативов. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО отмечает свое 90-летие. А теперь подробнее об этих и других новостях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом городской округ Люберцы. Глава региона присутствовал при подписании соглашения о строительстве водовода Тамилина-Мирный-Октябрьский. Проверил ход реконструкции трассы М5 «Урал», а также посетил ледовую арену на стадионе «Зенит». Обо всем подробнее в сюжете моих коллег. Водовод Тамилина-Мирный-Октябрьский протяженностью более 7 километров обеспечит качественной водой 45 тысяч жителей. Подача чистого источника увеличится до 50 тысяч кубометров в сутки. Первый шаг большого проекта сделан. Трехстороннее соглашение о строительстве социально значимого объекта подписано. «Восемь месяцев будет идти проектирование и затем уже сама фаза стройки. Мы очень активно развиваем восточную систему водоснабжения. У нас каждый год включаются и обеспечиваются чистой водой десятки тысяч человек». Строительство водовода завершится в 2024 году. После реализации проекта воду Мосводоканала станут получать более 60% жителей Люберец. Остальные будут обеспечены главным жизненным источником от Люберецкого водоканала. «У нас существует большое соглашение с Москвой по развитию водоснабжения московской водой Московской области. И в рамках этого большого соглашения мы работаем уже не первый год. 12 городских округов участвуют в этой программе, в том числе городской округ Люберца». Изменится к лучшему и ситуация на дорогах. Полным ходом идет реконструкция участка трассы М-5 «Урал». Первый этап масштабного проекта планируют завершить в конце этого года. Строители обещают, проходимость автомобильной дороги увеличится на 35%. «В этом году мы планируем в декабре месяце закончить реализацию с 19 по 28 километров. Участок реконструкции предполагает строительство, реконструкцию до 5 полос движения с устройством. Сейчас было 3 в 3, будет 5 в 5. 10 полос. Да, будет 10 полос. Проблем никаких на сегодняшний момент уже нет». Активная строительная работа проводится и для спортсменов. На сегодняшний день в каждом поселке городского округа есть стадионы. Некоторые из них нуждаются в обновлении. Масштабное преобразование «Тамиленского зенита» началось с появления ледовой арены. Двери спортивного сооружения уже открыты для юных спортсменов. «Вам нравится? Форма у вас крутая. Клюшки есть? И клюшки, и клюшки. Сейчас мы покажем, чему вы научились». Более 150 детей занимаются здесь хоккеем с шайбой. 53 человека осваивают азы русского хоккея. Тренировки для люберецких фигуристок теперь стали доступными. «Раньше это было очень сложно. То есть зимой мы тренировались на открытом льду, что было совершенно неудобно и непрактично. На искусственные ездили в Москву, а до этого в Лудкарино». Больше мест для занятий стало и у членов клуба «Активное долголетие». В здании ледовой арены работают спортивные залы. На этом преобразование стадиона «Зенит» не заканчивается. В ближайшие два года там появится новая гостиница и беговые дорожки. Луиза Игия Зарян, телеканал ЛРТ. В администрации прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств сочетались в проделанной работе. Подробности далее. С 1 по 9 марта в Люберецкую полицию поступило более 2000 обращений. На территорию обслуживания ведомства совершено 31 преступление. 29 уголовных дел стражи порядка раскрыли по горячим следам. 10 человек у нас задержано в порядке 91-й. За неделю было в последующем арестовано. Произошло 214 дорожных транспортных происшествий с одним пострадавшим. А пожары, которые произошли на минувшей неделе, обошлись без пострадавших. За отчетный период люберецкие огнеборцы совершили 60 выездов по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации 13 пожаров, 5 из которых зафиксировано на территории Люберец. В домах городского округа Люберцы продолжается замена лифтов. В этом году работа проводится в 24 многоквартирных домах. Обновлению подлежит 87 единиц оборудования. Первая очередь 22 лифта выполнена в полном объеме. Вторая очередь 65 лифтов. На сегодняшний день 27 лифтов в работе. Предварительные сроки окончания работ по второй очереди – это третий квартал 2021 года. На совещании обсудили благоустройство территории, содержание дорог, а также вопросы, связанные с вывозом мусора и работой системы здравоохранения. В конце встречи рассказали о достижениях люберецких спортсменов. Ирина Попова, Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. С 1 марта 2021 года все контейнерные площадки обязаны соответствовать единым требованиям. С трех сторон они должны быть огорожены забором, иметь подъездной путь и твердое покрытие с уклоном для отведения талых вод. Вывозить мусор специалисты теперь обязаны не реже – 24 часов в летний период и 72 часов в зимний. На деле последнее правило выполнить удается не всегда. В чем причина, выяснял Григорий Ворванин. Обычный люберецкий двор – обычная контейнерная площадка. Она оборудована с учетом новых требований, и огорожена, и имеет подъездной путь. На асфальте даже нанесена разметка, напоминающая, что оставлять автомобили здесь нельзя. К слову, такие правильные контейнерные площадки есть во всех дворах городского округа. Вот только подъехать к ним мусоровоз может не всегда. Сантиметр за сантиметром и только с подсказками помощников. Евгений Волков на мусоровозе в буквальном смысле протискивается к контейнерной площадке. Говорит, маневрировать во дворе и на легковом автомобиле порой непросто. А тут мусоровоз. Иногда у контейнерных площадок ждет неприятный сюрприз – припаркованная возле баков машина. Тяжело, когда запаркован. Но сейчас все цветочки. То есть таких много бывает машин, да? Да, постоянно. В этом случае добраться до мусорных баков получилось. В ситуации, когда подъехать невозможно, водитель мусоровоза или его помощник фотографируют автомобиль-нарушитель, а снимок отправляют диспетчеру. Далее информация передается в АТИ, в административно-техническую инспекцию, где они уже накладывают штраф на нарушителя. Согласно статье 6.14 Кодекса административных правонарушений, штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Если автомобиль принадлежит юридическому лицу, сумма штрафа увеличивается в разы. За минувшую неделю в городском округе было вынесено 37 административных постановлений на сумму 111 тысяч рублей. Выявить нарушителей помогают народные инспекторы. То приложение, которое есть в Доброделе, можно зарегистрироваться, и обычный гражданин может прислать нам материалы, что машина в данный момент, очевидец видит, что она мешает вывозу такого, и прислать нам данные материалы. По этим материалам, только по ним, мы вынесем постановление о привлечении к административной ответственности такого владельца автомобиля. Самое главное, чтобы на фотографии были одновременно видны и автомобиль-нарушитель, и мусоровоз. Тогда от наказания точно не уйти. И, как заметили сотрудники Госадомтехнадзора, с каждым днем нарушителей становится меньше. Григорий Ворованин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Македонку избавили от сточных вод, которые поступали через несанкционированное сооружение. Пресечь загрязнение реки удалось благодаря совместной работе администрации Люберец, Министерства экологии и природопользования Московской области, а также жителей округа. Подробности прямо сейчас. Толстым слоем снега труба, через которую загрязняется главная водная артерия Люберец. Несанкционированный сброс канализационных вод обнаружили местные жители и сразу дали сигнал. Далее к работе подключились специалисты по охране окружающей среды. Был найден нарушитель, вину которую не отрицал. Он был уведомлен о правонарушении, которое сделал. На сегодняшний день он собственными силами будет демонтировать данный сброс. А еще платит административный штраф за урон, нанесенный водному объекту. В этом случае он составляет тысячу рублей, так как нарушитель – физическое лицо. По действующему законодательству штраф оплатят в течение 60 дней. С учетом 10 дней на обжалование. Наложение административного штрафа – не сама необходимость. Главное – прекратить несанкционированный сброс. Чтобы добиться этого, представители рабочей группы регулярно проводят рейды. В 2020 году на территории Люберец выявили 24 несанкционированных сброса в водные объекты. Все демонтировали. По словам экологов и представителей Министерства Московской области, работа в этом направлении будет продолжаться. Григорий Ворванин, Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Судебные приставы совместно с налоговой инспекцией сотрудниками ГИБДД проводят рейды по выявлению должников. Какова вероятность поймать неплатильщика и как проверить информацию о своих задолженностях, выясняла наша съемочная группа. Утро. Егоревское шоссе. Сотрудники ГИБДД выборочно останавливают машины из потока, проверяют страховку на автомобиль и наличие штрафов. Представитель ФНС тут же проверяет неоплаченные налоги, а судебный пристав – открытые исполнительные производства в отношении водителя. Так выявляют должников перед государством или собственными детьми. О наличии взыскания приставы узнают быстро с помощью специальной системы. Если задолженность имеется, то выписываем требования, либо составляем автописи ареста, если задолженность существенная. Если задолженность незначительная, до 3000 рублей, то выдаем требования на прием к судебному приставу о явке. Чаще всего выявляются задолженности по транспортному налогу и штрафы за нарушение ПДД. Но бывают случаи, когда человек вынужден расплачиваться по чужим долгам. Так получилось у Александра. Друг купил дорогостоящую машину и попросил оформить на него. Все было хорошо, пока друг не решил продать авто. Машину продавали по договору, но новые собственники не переоформили ее на себя и не платили транспортный налог. В результате всю накопившуюся сумму должен Александр, первый фактически владелец машины. Пока что машина была у моего друга, оплачивал все он. Но как только он ее продал, крайним оказался я. 60 тысяч в год эта машина по налогу проходит. Я плачу потихонечку. Была задолженность, мне арестовали все счета, но я объяснил ситуацию, вошли в мое положение, поняли и раскидали мне этот налог на год. Снять машину с учета с себя, чтобы не начисляли новые налоги, тоже оказалось непросто. Пришлось обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД, судебным приставам и даже делать запросы в другой регион. Я не смог ее еще долго снять с учета, потому что на предыдущем владельце был арест на регистрационные действия. Отправлял запрос в Волгоградскую область, потому что он был из Волгоградской области. Через суд все удалось снять, решить. И только после этого сняли машину с учета с меня, но налог плачу я виновник, так как оказался я. В ходе таких совместных рейдов судебные приставы имеют право наложить арест на машину. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, приставы советуют регулярно проверять информацию о себе. Тем более сделать это достаточно просто. Можно самостоятельно проверить на сайте судебных приставов, на официальном сайте судебных приставов, либо в приложении, точно так же скачать на мобильное приложение ФССП России и проверить всю свою задолженность, касающуюся части судебных приставов. Налоговую задолженность может проверить на сайте налоговой инспекции гражданин. В ходе этого рейда было проверено 43 человека, семерым из них вручили квитанции для оплаты. На общую сумму почти 30 тысяч рублей. Такие рейды проводятся регулярно и помогают эффективно бороться с должниками. Ирина Попова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В деревне Марусино продолжается строительство пристройки к школе. Она рассчитана на 400 мест. Ее возведение идет в рамках проекта образования. Ввод пристройки в эксплуатацию позволит всем школьникам из Марусино и ближайших населенных пунктов учиться в одну смену. На строительном объекте побывал Владимир Ружицкий. По графику этой пристройки уже должен быть построен четвертый этаж. Но обстоятельства сложились иначе. Из-за перевахтовки, когда одни строители уехали, а другие еще не приехали, произошел простой. Внесла коррективы и морозная погода. Прогрев бетона, это сроки замедляет тоже. Это не сутки двое, допустим, а до трое суток уходил на прогреве, потому что морозы больше 20 градусов были. Сейчас отставание от графика составляет около месяца. По словам строителей, наверстать его по силам. Несколько дней назад на стройку зашли еще две подрядные организации. В ближайшее время они начнут заливку стен. Работать будут в две смены. Параллельно ведется прокладка наружных сетей, канализации и водопровода. Я не вижу здесь больших проблем, потому что здесь пристройка нужна. Я ставлю задачу, по крайней мере, к первому сентября школу запустить. Хотя у нас по всем договорам соглашения, мы школу должны сдать к концу декабря месяца. Но к концу декабря месяца, это поздно, я даю себе отчет. Во время оперативного совещания с подрядчиками Владимир Ружицкий дал поручение строителям в кратчайшие сроки войти в график. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На стадионе «Зенит» в поселке Томилино заработал ледовый комплекс. Спортивное сооружение построили за счет средств частного инвестора. Пропускная способность арены – 450 человек в сутки. В большом и малом залах уже активно занимаются дети. Запланированы турниры по фигурному катанию и хоккею. Мы с сентября месяца тоже планируем, уже проговорили открытое отделение спортивной школы по хоккею. Хоккей в Люберцах как такового не было, играли только на открытых площадках, когда был сезон. Это турниры дворовые хоккеи, это золотая шайба. Но профессионального отделения спортивной школы здесь еще не было. В здании Ледового дворца есть спортивные залы и помещения для гимнастики. Занятия проводятся в том числе и для членов клуба «Активное долголетие». В планах на ближайшие два года строительство на территории стадиона «Зенит» новой гостиницы и восстановление беговых дорожек протяженностью 600 метров. Ветерану труда и войны Вере Харламовой отремонтировали четырехкомнатную квартиру. С такой просьбой жительница Краскова обратилась к главе городского округа. Результат проделанной работы она показала нашей съемочной группе. Батареет хорошо? Батареет, да, очень хорошая. Теперь в квартире Веры Харламовой не только красиво, но и тепло. Чугунные батареи, отслужившие полвека, заменили металлическими радиаторами. А вместо старых деревянных окон теперь надежный пластик. Результатом хозяйка довольна. За две недели вам все сделают? Да, да. Свежий ремонт в квартире – результат коллективной работы. К ней подключились сотрудники администрации, народные избранники и управляющая компания. Свою просьбу Вера Харламова озвучила на одной из встреч главы Люберец с жителями округа. И он сразу сказал, отремонтировать квартиру в ближайшие сроки. Всю четырехкомнатную квартиру отремонтировать. Он меня узнал, конечно, знает меня, так сказать, по городскому. Веру Харламову знают многие жители городского округа. Она посвятила всю жизнь работе во Внеистроме. Создала при нем и возглавляла институт повышения квалификации работников, занимающих руководящие должности. Вера Петровна очень заслуженный у нас человек. То есть это человек, который внес большой вклад в наш городской округ Люберцы, в поселок Красково непосредственно. И мы совместно с Байковой, Ольгой Владимировной, с управляющей компанией «Содействие» осметили данные работы. Я выделил деньги на закупку строительных материалов, а управляющая компания «Содействие» за своими силами сделала весь здесь полностью ремонт. Сегодня в свои 92 Вера Харламова трудится в Международной промышленной академии. Даже при гостях она не может откладывать важные телефонные переговоры. Я только прошу, никаких писем, приглашений для директоров предприятий сейчас не делайте. Григорий Ворванин, Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошло пленарное заседание общественной палаты. На встрече утвердили положение о консультантах-экспертах, обсудили меры профилактики коронавируса и другие вопросы. Члены общественной палаты избрали заместителей председателей комиссии. Так, в комиссии по дорожному хозяйству и транспорту на этой должности будут работать два человека – Елена Гурова и Сергей Орлов. Такое решение приняли в связи со строительством эстакады на Октябрьском проспекте. Основная часть заместителей председателя остались на должностях с 2020 года. Особое внимание обратили и на вопросы информирования населения о деятельности палаты. Оптимальный объем информации, который мы просим, чтобы вы присылали – это одно-два фото, текст до 500 знаков, что, где, когда и кто. С перечислением названий лиц, организаций, мест, то есть территориальных, где это проходило. На заседании решили организовать для членов палаты тренинг по написанию статей и использованию интернет-ресурсов. Дополнительную встречу предложили провести и по мерам профилактики коронавируса. Участникам палаты напомнили о значимости вакцинации. Для получения коллективного иммунитета необходимо не менее 60% привитого взрослого населения. У нас из 60% в настоящее время привитого в Люберцах, я имею в виду округ, 4 тысячи 65 соток. Нет, 5% даже из положенных 60. Кроме того, отметили важность профессиональной этики членов комиссии. Все перечисленные документы члены палаты утвердили единогласно. В городском округе прошла ярмарка вакансий. 27 компаний из Люберец, Москвы и соседних муниципалитетов предложили свою помощь в трудоустройстве. Какие вакансии востребованы на рынке труда и сложно ли сейчас найти работу, узнали мои коллеги. Юлия Дмитриева, инженер-технолог по образованию, сейчас работает не по специальности. Поэтому и пришла на ярмарку вакансий. Здесь она хочет найти работу своей мечты. Я смотрела пару вакансий, договорились, что свяжемся с работодателем. Я рассматриваю все варианты, возможности, какие есть. Возможно, где-то переквалифицироваться, переобучиться. Одно из преимуществ ярмарки вакансий – прямое общение между потенциальным работодателем и соискателем. Можно задать вопрос и тут же получить на него ответ. Именно поэтому многие предприятия регулярно используют подобные площадки для привлечения в штат новых сотрудников. Мы можем представить нашу компанию, большее количество людей может узнать о нашей компании и сделать выбор в пользу нашей компании. Те, кто не нашел для себя подходящую работу, при этом готов открыть свое дело, на ярмарке вакансий могли получить соответствующую консультацию. Специалист регионального центра поддержки предпринимательства рассказывал о том, как начать свой бизнес и на какую помощь могут рассчитывать начинающие предприниматели. Существуют финансовые меры поддержки, образовательные меры поддержки. Сейчас очень много проводится тренингов, всевозможных мероприятий, округлых столов, где мы помогаем, обучаем предпринимателей, как открыть бизнес и построить его успешно. Работодатели представили на ярмарке больше полутора тысяч вакансий. Самые востребованные – медицинские специальности. Очень востребованы на рынке врачи, медицинские сестры, массажисты, провизоры, фармацевты и санитарки. Второе место по вакансиям занимают водители. Также на рынке труда востребованы рабочие специальности – слесари, инженеры, сварщики. В настоящее время на учете в Люберецком центре занятости состоит 9891 человек. Это чуть больше 3% от экономически активного населения. Следующая ярмарка вакансий в городском округе пройдет через 3 месяца. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В музейно-выставочном комплексе начала работу персональная выставка Бориса Клементьева. Работы художника известны не только в нашей стране. Выставки картин Бориса Клементьева проходили в Италии, Франции, США. А теперь и мы можем познакомиться с творчеством известного художника. На открытии побывали мои коллеги. Погрузиться в мир творчества художника Бориса Клементьева пришли его родные, друзья и поклонники отечественного живописца. Ученик Ильи Глазунова привез в Люберце несколько десятков своих работ – портреты, пейзажи, натюрморты. Мне больше всего понравилось, что все очень светлые и очень яркие. И такая цветопередача. Я не суперэстет в картинах, не суперэстет в художниках. Поэтому для меня чисто визуальная составляющая – самое главное. Главное место в большой экспозиции занимают цветы. Неважно, собраны они в букет или растут в палисаднике. В своих картинах Борис Клементьев прорисовывает каждый бутон, каждый лепесток. На открытии выставки заслуженная артистка России, мастер импровизации Валерия Беседина свое видение картины «Чеховские пионы» выразила с помощью музыки. Борис Клементьев – последователь русского импрессионизма. Рассвет, полдень или сумерки, увиденные во всем великолепии естественного освещения, тут же переносит на холст. Это своего рода фотография, написанная вручную. Так, по словам художника, рождается этюд. Этюд – это быстрая такая картина, которая пишется быстрым мазком, который передает мгновение «Ты прекрасно, остановись». А потом часто Левитан с этюдов уже писал более длительную картину, которую уже делал в мастерской. И большие картины, они, естественно, позволяют уже в мастерской прописать, сделать подробнее. Персональная выставка Бориса Клементьева будет открыта в музейно-выставочном комплексе до 31 марта. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Масленичная неделя в самом разгаре. В городском округе проходят мастер-классы по приготовлению блинов, а творческие коллективы радуют новыми концертными программами. Воспитанники Дворца детского творчества подготовили театрализованное представление «Широкая масленица». На праздники побывали мы. К масленичным гуляниям коллективы Дворца детского творчества готовились несколько недель. Прежде всего, репетировали и шили костюмы. Очень тщательно мы подходили ко всем аспектам вот этого вот праздника, потому что здесь нужно было подготовить юбрины, созвать людей, народ. Мы пригласили школы. То есть это действительно такая масштабная общая работа нашего Дворца. Татьяна Костюхина праздник масленицы любит не меньше Нового года или Дня рождения. Прежде всего, из-за блинов. Их она печет вместе с мамой. Во время подготовки театрализованного представления узнала много нового. Очень много было забав, которые и сейчас проводят. Бег в мешках. Вот петухи масленичная забава. Сейчас тоже многие играют. О том, что масленица – это не только блины, а еще старинные традиции, такие как тещина вечерки или заигрыши, знают немногие. Именно обычаям, сопровождающим масленичную неделю, и была посвящена праздничная программа. Это веселый праздник, пускай языческий, но здесь у нас дети приобщаются к искусству. Здесь искусство костюма, искусство правильно говорить, знать прибаутки, чистушки, знать народное творчество, фольклор. Понимаете, это уже традиция. А потом, по той же старой традиции, бегали в мешке, бились подушками на петушиных боях, катались на ватрушках. Победители получали подарок. И, конечно же, главный символ масленицы – блин. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Криатлон – спорт выносливых людей. На Малаховском озере прошли соревнования среди любителей закаливания и зимнего плавания. Участники из Чебоксар, Нижнего Новгорода, Москвы и поселка Малаховка преодолели 3 километра бегом, 5 километров на лыжах и 50 метров в проруби. Григорий Ворванин продолжит. Криатлон – молодой вид спорта. Он совмещает в себе бег, лыжи и плавание. И все это в холодное время года. В Подмосковье подобный турнир проводится четвертый раз. Место выбрали и на Малаховском озере. В турнире приняли участие 24 спортсмена. По условиям соревнований участники должны преодолеть сухопутные дистанции в футболке и шортах. Из-за порывистого ветра и мокрого снега организаторы разрешили некоторым участникам бежать в спортивных костюмах. Все-таки пробежать 8 километров, пускай даже на лыжах 5 километров, это уже отнимает какую-то энергию. Потом на проплыть в холодной воде, это тоже мышцы уже будут. И давление поднялось у тебя после бега. И холод, охлаждаешься ты в воде. Самая юная участница подмосковного Криатлона – Диана Смирнова. Ей 16 лет. Она не испугалась ни снега, ни холодной воды. Среди девушек финишировала первой, опередив многих мужчин. Каждый день мне принес удовольствие. Сейчас не холодно стоит? Нет, сейчас не прекрасно. Я очень рада влакнуться в воду после бега и лыж. И сейчас я освежилась. Участники признаются, после заплыва организм сам начинает вырабатывать тепло и уже не хочется надевать одежду. Правда, этот эффект действует несколько минут. Александр Седоев и спортом, и моржеванием занимается несколько лет. Объединить бег, лыжи и плавание в холодной воде довелось впервые. Все этапы легко тогда прошли. Повторить ходить в будущем? Да, да, мне понравилось. Весь раз уже буду более подготовленный. Финальный четвертый этап – бег босиком по снегу. Дистанция 300 метров. На финише каждого участника соревнований по креатлону ждала награда. Медаль. Не за участие. За победу. Над своим страхом. Григорий Ворванин, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» состоялось открытое первенство и чемпионат городского округа Люберцы по Кёки-Синкай, Кумите и Ката. В соревнованиях приняли участие более 150 каратистов из Москвы, Подмосковья, а также Тамбовской, Калужской и Владимирской областей. Спортсменов поприветствовал глава Люберец Владимир Ружицкий. Сегодня именно в карате занимается более полутора тысяч в Люберцах и в нашем городском округе, более полутора тысяч мальчишек и девчонок. Конечно же, этот вид спорта, некий вид единоборств, который позволяет укреплять собственное здоровье, развивает волю и силу. А самое главное, все виды карате, они тренируют характер, волю, закаляют стремление к победе. Городской округ Люберцы представляли 49 лучших каратистов. 39 из них зналили предзовые места. 11 спортсменов завоевали золотые медали, 13 серебряные, 15 бронзовые. Участников победителей соревнований наградили памятными кубками и грамотами. В Люберцах проходят финальные соревнования регионального этапа Всероссийских школьных спортивных игр. За право представлять Московскую область на уровне страны борются четыре команды из Раменского, Люберец, Одинцова и Лосина-Петровского. За ходом соревнований следила наша съемочная группа. По итогам прошедшего отборочного тура команда Люберец вышла в финальную часть регионального этапа школьных спортивных игр. Для выхода на федеральный уровень нужно набрать наибольшее количество баллов по сумме нескольких дисциплин. Первым состязанием стал стритбол. Разновидность баскетбола, где команды 3 на 3 играют на половине баскетбольного поля. Пожелать спортсменам удачи приехал глава Люберец Владимир Ружицкий. Конечно, надо заниматься спортом, потому что только здоровый человек, который способен выдерживать физические нагрузки, он обязательно будет выдерживать эмоциональные, психологические, моральные и прочее. Поэтому я искренне вам желаю пусть победить сильнейший, но в силу того, что вы здесь все находитесь, вы сегодня по сути являетесь победителями. Поэтому, ребята, всем удачи! Удача действительно была необходима. Многие участники профессионально занимаются разными видами спорта, имеют спортивные и юношеские разряды. Третий спортивный разряд. И первый юношеский по лёгкой атлетике. Во время отборочного этапа соревнований и активных тренировок ребята сдружились и на паркете понимают друг друга без слов. Капитан команды Диана Рэмп стала настоящим лидером и настраивает свою команду на победу. Я желаю боевого настроя, чтобы у нас всё получилось, чтобы у нас не было таких неловких ситуаций, как что-то забыли, что-то не так сделали. Но это бывает со всеми, поэтому надеемся на лучшее, настраиваемся на лучшее, настраиваемся на победу. В упорной борьбе женская сборная «Люберец» заняла второе место, уступив команде из Раменского. У юношей первое место также заняли представители Раменского округа, а «Люберчане» не смогли пробиться в тройку. Впрочем, подводить итоги в общем зачёте ещё рано. Впереди этап по плаванию и оглашение результатов за творческое видео от команды. Ирина Попова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Движению «Готов к труду и обороне» исполнилось 90 лет. Отчёт ведётся от 11 марта 1931 года, когда в Советском Союзе утвердили комплекс упражнений. Их выполнение позволяло рассчитывать на получение значка «ГТО». В «Люберцах» первый центр тестирования по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса был образован в 2015 году. За это время более 27 тысяч жителей округа приняли участие в сдаче тестов. 6035 человек получили значки отличия. Более 50% – золотые. В городском округе «Люберц» большое количество людей принимает участие в выполнении нормативов. Я уверен, что с каждым годом он будет набирать обороты, модернизироваться. Будут появляться новые и новые дисциплины, которые будут привлекать всё большее количество людей для того, чтобы выполнять этот комплекс. Ежегодно в «Люберцах» проводятся летние, зимние и весенние фестивали «ГТО». В 2018 году городской округ стал первым в Московской области по количеству жителей, получивших значки отличия. Несмотря на ограничения, в 2020 году было организовано 19 мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В них приняли участие около 2000 человек. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания.